карантина в украине что же туристам делать три варианта несколько сценарий событий самый такой наверно болезненный для туристов самый идеальный вариант это компромисс друзья всем привет с вами владимир шемит путешественник и турагент и в этом видео я хочу поделиться с вами информацией и разобрать некоторые вопросы для туристов у которых тур попадает на период карантина в украине соответственно в этом видео я хочу разобрать с вами вопросы что же туристам делать у которых тур попадает на период карантина также коснемся некоторой информации для туристов которых тур попадает на даты пост карантинного периода и как же аннулировать либо не аннулировать тур что с ним делать и как туристам вернуть свои деньги за оплаченные туры и так в целом на туристическом рынке на данный момент сейчас есть несколько вариантов и обобщенно их всего три то есть три варианта которые предлагают туроператоры туристам для того чтобы выйти из этой ситуации и так смотрите первый вариант который предлагают туроператоры это перенести даты тура на более поздний период времени то есть либо это на лето либо это на осень либо это даже на следующий год возможно перенести если конечно же есть такие уже варианты туров но не каждому этот вариант подходит и дальше мы подробно проговорим по всем этим вариантам следующий второй вариант который предлагают туроператоры это заморозить оплату туристов у оператора и использовать ее как авансовый платеж на будущие туристические услуги именно у этого же оператора этими же туристами это второй вариант и третий вариант который предлагает туроператоры самый такой наверно болезненный для туристов и не очень комфортный и наверное даже может быть неприятный это аннуляция туров но при аннуляции туров туроператор обязательно выставить фактически понесенные затраты что же это все такое мы сейчас это все подробно разберем итак первый вариант это вариант перенести даты тура на более поздний период что же это означает то есть вы туристы можете перенести свои туры в том виде как они есть но только на другой период времени и соответственно туроператоры ну каждый по своим условиям предлагает разные варианты но наверное эти условия все-таки я расскажу уже в отдельном видео потому что эти условия и меняются и принципе у каждого туроператора это свои условия значит тут важно туристам учесть такой момент что ситуация в украине нестабильная да что там говорить в украине ситуация нестабильная полностью всем мире и принципе сейчас просто нету никаких как бы гарантий когда и как откроются границы когда начнет украина выпускать своих граждан за границу когда другие страны будут принимать граждан украины для туристических целей то есть соответственно просто сейчас полная как бы неразбериха в этом вопросе и если все-таки вы переносите даты тура и вы если вы знаете когда вы можете конкретно поехать то вам нужно туристам учесть несколько сценарий событий то есть не событий а развитие событий в туризме эти сценарии очень спорные но тем не менее как бы большинство как бы экспертов обсуждали обсуждали думали как это все может происходить принципе единого мнения нету но и другого варианта как бы как выделить три сценария как бы тоже ну не выделишь то есть первый вариант сценария это оптимистичный и если что-то там произойдет какие-то там события положительные то в лучшем случае там в мае июне начнется какое-то движение и соответственно туристы смогут отправиться на отдых это в лучшем случае по оптимистическому сценарий второй это средний и принципе как бы средний сценарий наверное связан уже с июлем августом то есть опять если все будет хорошо то в принципе возможно июль август уже будет туристическим сезоном и соответственно как бы туристы смогут отправиться на отдых и третий вариант это пессимистический сценарий то есть все начнется открываться только осенью соответственно чтобы потом у вас не было каких-то сложностей и переносом дат и ну не получилось так что вот вы перенесли ваши туры которые должны быть в апреле на июнь они опять потом не состоятся и потом опять этом катавасия с этими всеми переносами что делать куда и как паника и тому подобное то есть как минимум не переносить эти туры на ближайшие пост карантинные периоды то есть лучше всего логичнее всего перенести эти даты тура на уже как бы более дальние даты то есть начиная с осени таким образом у вас меньше всего рисков попасть опять на какие-то ограничения и в этом плане вам будет легче но опять это всего лишь теория потому что как будет все происходить никто никаким образом никаких гарантий вам не да второй вариант для туристов которые ну не могут они определиться с конкретными датами они не знают как у них будет на работе когда им дадут отпуск и что же выбрать какое направление то есть они еще не знают соответственно второй вариант подходит туристам которые просто не могут определиться туроператоры предлагают заморозить эти деньги за туры которые ну не состоялись период карантина на счетах у туроператоров и использовать эти деньги в качестве авансового платежа на будущее туристические услуги для этих же туристов у этого оператора то есть в виде депозита соответственно у каждого туроператора по данному варианту свои условия и это тоже я постараюсь разобрать в отдельном видео третий вариант самый который я говорил не очень удобный для туристов это аннуляция с фактически понесенными затратами если это касается туров которые попадают на карантин соответственно то есть там принципе туроператоры будут большинстве случаев выставлять фактические понесенные затраты в полной размере тура то есть если вы захотите просто аннулировать тур и напишите аннуляцию то чаще всего фактически понесенные затраты будут составлять примерно к ста процентам от стоимости туров то есть фактически нет возможности забрать свои деньги обратно за тур но второй вариант как бы как выйти если вы не согласны то есть первое что вести переговоры второй вариант как бы дождаться окончания карантина потому что принципе сейчас операторы по аннуляциям вообще практически никаких не ведут разговоров то есть и этот вариант у них как по шаблону фактически понесенные затраты фактически понесенные затраты могут лишь говорю составлять к ста процентов и если все-таки вас еще полностью тур не оплачен а это вот допустим там пост карантинные периоды то все равно как бы тут ситуация такая что еще можно попасть ситуацию что оператор скажет еще и доплачивать то есть горячиться именно с аннуляцией тура принимать резкие решения в плане аннуляции я бы наверное не рекомендовал и вести переговоры переговоры все таки скорее всего возобновляться по этому вопросу как это аннулировать с минимальными затратами чтобы вернуть деньги за оплаченный тур туристу скорее всего начнутся только после того как закончится период карантина это было три варианта которые принципе предлагают туроператоры туристам и собственно говоря как бы туристов просто не остается как бы других вариантов как выбрать один из трех вариантов и тут смотрите все таки это обобщенная информация потому что у каждого оператора условия немножко отличаются друг от друга и соответственно по условиям которые предоставляют туроператоры я уже сделаю отдельное видео и там я постараюсь разобрать по отдельным операторам условия переноса аннуляции и депозитов то есть вот этих авансовых платежей я постараюсь сделать в отдельном видео что же делать туристам первую очередь это нужно как бы вести коммуникацию и переговоры с турагентствами через которые они оформляли туры не с другими турагентствами где они не оформляли туры а конкретно с этими агентствами где был оформлен тур дальше турагент от имени туриста естественно ведет переговоры с туроператором с туроператором сейчас агенты в основном общаются через электронную почту либо свой личный кабинет то есть принципе вся коммуникация с туроператоров у агентства происходит с помощью как бы электронной переписки поэтому ответы могут быть не быстрее то есть некоторые операторы отвечают в течение дня некоторые на следующий день а некоторые могут ответить и через неделю это тоже нужно понимать туристам и принципе от этого что если они будут названивать 40 раз турагенту в день ситуация от этого не изменится дальше принципе некоторые операторы как бы ведут коммуникацию в телефоном режиме но в телефоном режиме коммуникация не является официальной все только через переписку соответственно все то что говорят по телефону в принципе во внимание можно не брать пока это не является электронной перепиской потому что только электронная переписка в данной ситуации будет фактом подтверждения тех или иных условий и тут вам нужно понимать что все-таки ситуация очень нестандартная не то чтобы украина весь мир был не готов к этой ситуации и выйти просто как бы с этой ситуации вот так как хочется конкретно там туристу либо как хочется конкретно туроператору тут просто не получится и самый идеальный вариант это компромисс искать компромисс ребят тут прошу вас пожалуйста вот не вешайте себе занавеску что вот я так хочу вот так она только должно и быть если вы будете в такой позиции то скорее всего это может быть очень болезненно для туристов поэтому еще раз акцентирую внимание хотите выйти с наименьшими потерями настраивайте коммуникации с туроператором из турагентства не нужно спешить с конкретными решениями время есть пока идет карантин принципе туроператоры дают условия некоторые условия у одних операторов более выгодные в других менее выгодные для туриста но увы как бы нужно искать компромисс на этом все ребят я принципе рассказал эту информацию еще раз напоминаю вам что будет отдельное видео с более детальным разбором условий от туроператоров поэтому если видео для вас полезно подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы ребят задавайте вопросы в комментариях под этим видео буду стараться вам отвечать возможно если будет ответ более там широкий чем просто нужно написать то тогда я запишу для вас видео ответ и вы сможете как бы посмотреть конкретно для своего случая но опять таки ребят каждая ситуация у каждого туриста я бы рассматривал индивидуально потому что все таки были разные условия бронирования разные договора разные там условия оплаты и ребят тут очень много факторов которые просто ну как бы невозможно отобразить именно стандартно шаблонно для каждого туриста поэтому все вопросы они будут просто индивидуальны на этом все друзья всем желаю только хорошего настроения крепкого здоровья берегите себя не болейте пускай всех вас хранит господь бог до новых встреч пока пока